Добрый день, дорогие друзья! Что за приборы? Поэтому я сейчас, что называется, всем оптом, так сказать, расскажу, а тема эта крайне жизненно важная. Я советую всем максимально подойти и слушать, потому что от того, какую воду мы пьем, и я говорю сейчас не о чистоте воды, в плане того, что там отсутствуют тяжелые металлы, хлор, это понятно, это так и должно быть. И, кстати, эта аланская вода действительно очень хорошая. Мы тоже ее продаем, эту воду, потому что, так сказать, она только в стеклянных бутылках. Но вода должна быть не только чистой в плане химическом, она должна обладать определенными физико-химическими свойствами, которые есть или близки к тем свойствам, которые у нас внутри клетки. Она измерена, вода. Но, грубо говоря, давайте я вам сейчас поясню пару очень важных моментов. Вот мало кто из вас, наверное, знает, что вода может работать как свободные радикалы, разрушая наш организм. Как это происходит? Есть такой параметр ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Из-под крана мы пьем, либо любые бутылки, вот любую воду мы возьмем, замеряем ОВП метром, и мы увидим, плюс 100, плюс 200, плюс 300 и даже плюс 400 в московской воде, например, есть ОВП. А у нас внутри клетки заряд минус 80, минус 100 милливольт. Что это значит на практике? А это вот что значит, что такая вода, которую мы пьем плюс, пока она пройдет до каждой клетки нашего организма, она, как мы видим, изменится до минус 80 милливольт в любом случае, потому что в других параметрах организм не может существовать, наши биохимические процессы идти. Но что это значит с практической точки зрения? А это значит, что вода изменит заряд. Вопрос, за счет чего? За счет того, что по дороге, пока она дойдет до каждой клетки, она оторвет миллионы электронов, и вода будет работать как свободный радикал. Что такое свободный радикал? Это когда молекула лишена одного из пар, находящих по внешней орбите электронов, и она становится однополярно, клетка разрушается. Что происходит, когда мы пьем минусовой заряд, минус 200-300, а нам желательно пить минус 300-400 милливольт? Почему? Потому что на нас с вами каждый день воздействует огромное количество свободных радикалов. Мы дышим парами оксида углерода, там, свинцом из выхлопных труб машин. На нас действуют другие факторы неблагоприятные и экологические, антропогенные. А это значит, что мы получаем огромное количество… Вот дышим, сейчас фалафели эти жарят, тут невозможно находиться. Это, так сказать, ну как сказать, это канцерогены. Вот это и есть свободные радикалы. А что делает эта вода? Вот если мы говорим вот об этом, к примеру, приборе, как о самом простом и самом дешевом из реально рабочих и безопасных приборов, я поясню сейчас, в чем тут, что я имею в виду. Что происходит через несколько секунд, я подчеркиваю секунд, после выпитой этой воды? Но, во-первых, через 8-10 секунд разжижает кровь. И человек уже несколько часов, даже кто предрасположен, не может умереть от инсульта, инфаркта. Почему в основном это ночью происходит? Вот человек поел, особенно вечером, особенно вареную пищу, жареную. У него кровь загустевает, она становится более вязкая, менее текучая. А сердцу труднее такую воду прокачать, как-то думать, ну кровь, конечно, труднее, чем легкую. Вот сегодня один человек молодой пришел утром, он брал у нас на прошлой ярмарке этот прибор, а он брал с какой целью? Как бы у него, он спортом занимается, все, но у него ноги болят, прям он лежит по полчаса, чтобы восстановились. У меня было подозрение, несколько вариантов, но я говорю, в любом случае вода поможет, потому что до каждого капилляра маленького в любой части организма вода начинает в десятки, не в два раза, в десятки раз активней течь и, ну кровь имеется в виду. Соответственно, вот он прям пошел и говорит, вы знаете, результаты сразу, буквально у меня вот, так сказать, я теперь даже не отдыхаю, у меня все восстановилось. Я даже это на видео записал, мы опубликуем, вообще вот обязательно будем публиковать такие отзывы. Дорогие друзья, сейчас просто подошел очередной наш клиент, он брал прибор, вот этот, да, вы брали? Пайна. Пайна. И могли бы сказать, что у вас была за проблема, и вот почему я посоветовал, и что изменилось у вас? Ну, я очень часто, ну, бегаю, там, по утрам или вечерам, и целый день нога вообще, с утра до вечера. Альбану хожу туда-сюда. У меня забивались очень хорошо ноги. Вот, я думал, в чем причина, не мог понять. И как бы вы на одной ярмарке, вот, мне посоветовали, ну, купить их там, этот. Ну, потому что улучшает микроциркуляцию в капиллярах, конечно. Текучесть крови, конечно, да. И все, у меня вот это, ноги сейчас, как бы, может, и устают, но это вообще уже, как бы, небо и земля. То, что вот забивались, мне надо было отлежаться, полежать. Сейчас уже не надо. А сейчас все, я могу просто переносить спокойно. Конечно, так и должно быть. А через какое время у вас уже вот эти улучшения начались от начала приема воды? Ну, если так, ну, в принципе, я как бы уже был уставший, и мне как бы хотелось отдохнуть. Ну, на этой воде, как бы, ну, уже я вот купил, месяц пью, 30 сентября я купил. И вот месяц, считай, я вот все время уже, как бы, ну, в таком периоде. Ну, то есть буквально день-два прошло, и уже улучшения выпадут. По сути, да. Ну, да, отлично. Прям реально. И с собой всегда с собой в нашем улучшении. Да, ну, благодарю вас за отзыв, потому что это важно для наших зрителей. Некоторые же, как, ну, говорят, теорию-теория, а вот то, что люди на практике, а мы все, люди, знаете, как всегда присылают на электронную почту, лень написать на сайт или под роликом. Поэтому вот я уже решил записывать вот так вот по некоторым нашим продуктам. Ну, благодарю за отзыв. Так и должно быть, конечно, это уникальная вещь. Более того, а вот в долгосрочной перспективе, если принимать каждый день пить эту воду, минимум 25-30 лет жизни будет дополнительной человеку, как бы что он ни делал. Я вот немного пью, я где-то пью 7-10. Конечно, нет. Я ем только в основном 2-3. Нормально. Это можно пить столько, сколько вы хотите пить вообще. А частые вот походы в туалет, это нормально? А это активность воды. Это как растворитель, конечно. И как мочегонная она по этому работает. И это хорошо. Поэтому даже камни в почках растворяются постепенно. Это бы, это, это... Просто сперва ты думаешь, ну, вроде там видео смотришь, да, классно, там ОВП, минус 1000, водород, все. А тут ты не понимаешь, это же как бы, ну, не наркотик, победа эти. Да, конечно. Наркотик растет, да, там, что-то там. Правильно. А это реально работает, но вот вы сами почувствовали. Хорошо, отлично. Благодарю. Значит, теперь очень важный момент насчет ОВП, да скажу. Так вот, что происходит? Это не только генератор водорода, я скажу сейчас про водород, но и генератор свободных электронов. Еще буквально в 90-х годах наши три русских академика открыли такое явление, как перенос свободных электронов. Это, вот что это такое, около водопадов, где вода падает, быстрых речек горных, особый такой воздух. И дело не только в этих аэроионах, конечно, и в них. Но вот эти свободные электроны способны заряжать наши, например, красные кровяные тельца и ретроциты. Вот они на 80% вообще питаются за счет энергии свободных электронов. Это очень важный момент. А что значит свободный электрон? А это и есть те электроны, которые способны отдать себя тем клеткам нашего организма, которые подверглись воздействию свободных радикалов и лишились одного из парных электронов. Так это идет реакция замещения. А это значит, что данная клетка не погибнет, как бы она погибла завтра, послезавтра. И вот если пить воду эту, то каждый день вы будете экономить миллионы клеток. А это значит реально, если посчитать, ну, допустим, начать пить с 40 лет. Каждый день эту воду. То вы, плюс к тому, как вы не живете, как бы вы не жили дальше, питались бы, вы уже 25-30 лет жизни прибавку себе сделаете минимум. Потому что каждый день несколько миллионов клеток будет жить. Это миллиарды клеток за год, ну и так далее. А клетка, как известно, любая, кроме стволовых клеток с асимметричным типом деления и раковых клеток, они живут не вечно, а всего 2 года в среднем. И если низкокалорийное питание у человека, то клетка живет дольше, чем 2 года. А поскольку каждые клетки, группы клеток, тканей делиться могут 50-60 раз, не больше, это обусловлено тем, что на хромосомах на концах есть такие колпачки, теломеры. И они уменьшаются от одного деления к другому на одну мембрану. Ну и получается, что 50-60 по 2 года – это 120 лет. Но если человек низкокалорийная диета, если он потребляет энергии не больше, чем тратит, то тогда он может, клетка, жить и 3 года, и 4. То есть человек может жить, конечно, и больше 150 лет, как тот же академик Павлов говорил. Что касается воды, на данный момент тема водородной воды, например, изучена полностью вообще. 30 лет плодотворного, очень серьезного труда. Вы слышали про японских исследователей, ученых фирмы о воде смотрели. Память воды, но это все другое. Поймите, вы все, наверное, знаете ПАЖ, то есть жесткая вода щелочная, так называемая живая и мертвая. И это все хорошо и важно. У нас, ну в плане ПАЖ два слова, у нас действительно все среды организма, все щелочные, кроме желудочного сока. Ну, например, кровь 7,43, лимфа, спинномозговая жидкость. А, например, панкреатические, например, секреты или желчь, так там вообще 8,5-8,6 десятых, это сверхщелочная среда. То есть какую воду пить надо в плане кислотности или щелочности свойством, то есть вот этот водородный показатель. Даже спрашивать не надо, даже думать не надо. Не я вам говорю, а организм говорит, природа говорит, что вода должна быть щелочной реакцией. Это раз. Поэтому ПАЖ не вот этот, как его там, в этом плане, ну неважно, есть такой, как же его с фамилией, пожилой такой ученый, а ЛАПО. Вот ЛАПО прав насчет щелочной воды. Значит, теперь, вот насчет этого прибора. Значит, пару слов. Ну, поскольку у меня ролик, то есть сегодня выступление такое, как сказать, информационное и рекламное одно в другом, я ведь почему такие приборы стали мы возить? Именно потому, что это выход, это находка, это дешевый способ. Ну, телефоны, вы знаете, стоят по 70-80 тысяч, айфоны в три раза дешевле. Но это я не знаю, кем надо быть, но идиотом, наверное, только, если знать, что это такое. Вот если человек не знает, это одно дело. Но если человек знает, что это такое и не купит, он психически ненормальный человек. Потому что это то, что за считанные, во-первых, секунды спасет жизнь. Вот я бы, например, в свое время своего друга, который умер от геморрагического инсульта, легко бы спас, если бы у меня это было. Почему? Вот посмотрите, вот поверьте мне сейчас на слово, но вы приедете домой и посмотрите. У меня в блоге youfrolov.blog, кстати, вот такие рекламки возьмите, там есть наши контакты, сайты на моих стендах, вот тех продуктов от Фролова. Суть вот в чем. Значит, японские видео, а, не японские, это сингапурская медицинская выставка была два года назад, медицинского оборудования. Приходит человек, его просто берут и сажают на стул, и палец в сканер совывают. И на монитор выводится состояние микрокапилляра в крови. Так вот, я так вам скажу, у него кровь почти не текла вот в конечностях. То есть вот так вот, вот прям почти никак. Когда он подышал водородом, а это происходит в прямом эфире, ну секунд 10-12, не больше, а это то же самое, что выпить стакан водородной воды, кровь пошла вот так, в 10-15 раз быстрее. Вот почему у молодого человека прошли боли, почему похолодание в конечностях проходит и так далее. Потому что наконец-то впервые за долгие годы, особенно у кого тромбозы, проблемы с сердечно-сосудистой, с желчным пузырем и так далее, у тех, кто ест вообще вареную, жареную пищу, это просто я не знаю, как это люди, поэтому и умирают. А в основном почему ночью? А ночью, я говорю, кровь густеет особенно, сердцу трудно качать, ну и когда-то происходит, вот на ночь выпить стакан воды и не произойдет ночью инсульт инфаркта. Если геморрагический инсульт произошел и дать выпить стакан водородной воды, то не будет последствий летальных, как минимум, потому что в мозге вообще обменные процессы как бы замедлены. Я имею в виду кровоток, вообще лимфоток, вот самое главное, лимфа это та система, которая очищает наш организм от ядов, токсинов. А там нету лимфатических узлов, там ликвор так называемый, лимфатические озера по-другому. И эти процессы замедлены, обменные, и поэтому очень важно для мозговой деятельности, понимаете, водород вообще это самый сильный антиоксидант на планете. Он самый маленький атом, элемент, он проходит через кожу, через полиэтилен, поэтому вот есть такие у нас спокапсулы, я их не взял, они там стоят с тазиком. Вот опускается спокапсула, наливается вода, руки человек или ноги держит под водой, но над спокапсулой, или ее берет и в ванну кладет. И происходит при генерации водорода то, что он проникает через кожу, то есть первое воздействие идет на кожу, очень хорошее, улучшает его качество, внешний вид кожи и так далее. Но главное на кровь и на лимфу воздействие, и дальше на весь организм. У меня есть такой ролик японский, называется «Онкология головного мозга», то есть рак головного мозга, это одна из самых тяжелых форм онкологии. Испокапсулы, как в Японии уже официальная медицина, лечат, применяя термальную технологию, которую у нас в советское время еще применяли экспериментально, с водородной технологией. И результаты сумасшедшие, и это естественно. Например, вот есть один прибор, он называется «Аквадок», но это его рабочее название. Там принцип тот, что это антиоксидантный комплекс, который меняет все свойства воды до клеточного уровня, и еще на выходе камера Шауберга стоит. Ну, известный такой ученый австрийский. Это структурирование воды. Но не какое-то эфемерное, а реальное, которое даже на промышленных производствах, автомобильных даже концернов в Германии производят. Там меньше краски идет при этом, электролиз, напыление металлов, то есть свойства другие. Так вот, все выдающиеся ученые, которые входят в мировой водородный клуб такой есть в США, например, и японские ученые, и Канады, США, они пользуются только одной моделью, одним вот этим прибором. Они у нас тоже есть, они стоят 150 тысяч, здесь так 175, здесь 150. Но вот этот 25 тысяч, персональный прибор, который и в сумочку положил, поехал, и куда угодно, ну, компактный, очень надежный. Он служить должен, вот спрашивают люди, чтобы я потом тоже сразу вам расскажу, сколько он будет служить. Там пластик тритан, это единственный на планете пока стопроцентный доказанно безвредный пластик, бесфенолный, он вечный, он очень прочный. Значит, единственная батарейка, раз в три года ее надо менять, аккумуляторную батарею, а по сути, если не разбить, а это почти сделать невозможно, то ведь главное, самое дорогое, что в нем есть, это электролизный блок, это платиновые пластины, решеточки такие, ну, вернее, они из титана медицинского и покрытые платиной. Платина здесь не для того, чтобы дороже это стоило, а для того, чтобы, вот как сегодня один человек пришел, чего только не наслушаешься, и рассказывает, а я это прям перебиваю, я просто сразу знаю, о чем речь, и АП, он говорит, АП, я говорю, ну, вот сколько вы принимаете, полгода, я говорю, ну, может, полгода еще как-то пронесет, но вообще эта онкология почти гарантирована. Катут и анод, один из алюминия, другой из, так сказать, нержавейки. Алюминия, это болезнь, взять с геймера, минимум, лет через 40-30, а то и раньше. Алюминия, силикат алюминия, абсорбируется в жирах, вообще в головном мозге в основном, вызывая тяжелые изменения, неаборотимые в головном мозге. Ведь эта технология, она должна быть безвредна, а поэтому единственный инертный металл, который при электролизе не выделяет атом из себя в воду, это платина, как ни крути. Поэтому, конечно, будет дешевле, если это будет, так сказать, там, не пойми что. Но это-то нельзя, лучше ничего, чем не пойми что, а вернее, даже очень, даже понятно что. Вот, поэтому это, конечно, то, что на данный момент аналогов не имеет, это уже совершенство, потому что, в принципе, мы достигаем всего, что нужно. ОВП до минус 700 милливольт, ну, в зависимости от исходной воды. Вот у меня, например, в Подмосковье, она из скважины плюс 300. И у меня есть видеоролик, где я замеряю приборами и прям показываю. То есть у меня плюс 300, а становится минус 700. Что касается вот этого прибора, давайте скажу. Дело в том, что меня стали люди просить, зная, тоже заглядывая уже сами на сайт Пайна, корейская компания, технологии японские, а собрана в Корее. И говорят, есть такой мощный прибор, стационарный. Да, вот этот прибор. Значит, это тоже генератор водорода, все то же самое. Но если это 6 ватт, это 130 ватт, это уже подключается к сети 220. Сверху наливается вода, там около литра. И просто нажимая одну кнопочку, например, подставляется стакан, и в прямом эфире, в реальном времени, за несколько секунд наливается уже готовая с нужными свойствами вода. Значит, и вот те антиоксидантные комплексы, про которые я говорил, они подключаются к водопроводу, так же, как обратный осмос или барьер многокатриджный. 3,16 шланг, любой сантехник за 20 минут это подключает. А это, конечно, идеал, у кого есть возможности, потому что это меняются все свойства воды доклеточной. Аквадок, так там камера Шауберга. Так, значит, что еще по… Итак, я сказал, какие ссылочки стоит посмотреть, на что обратить внимание. Но это вещь, то, что я рекомендую чисто по-человечески, а не как продается каждому. Это жизненно важно. Вот я объяснил, почему. Кровь разжижается моментально, борьба со свободными радикалами идет круглые сутки. Плюс к тому, как растворитель вода становится в разы более эффективной, значит, она растворяет яды и токсины быстрее и выводит их из организма. А лекарственные и питательные вещества доносят до каждой клетки лучше и быстрее. А это значит, улучшаются обменные процессы. Значит, человек может снижать вес быстрее при рамных прочих и так далее. И вот я скажу вам вот об этом уникальном сейчас приборе. А это вот прямая противоположность. Но казалось бы, значит, что это вредно? Нет, я поясню. Это то, что совершило прорыв в стерилизации. Это персональный стерилизатор. Вот здесь тоже идет электролиз. Там внутри батарейка. Если пальчиком вот так провести, пойдет вот синий огонек, видите, у меня. Вот сейчас он, это начинает работать электролизная пластина. Но что происходит дальше? Здесь образуются наоборот не протоны, а УАЖ-радикалы, свободные радикалы. Пить ни в коем случае нельзя. Но если вы идете где-то по улице, в метро или, так сказать, вот, допустим, в кафе, деньги в руки взяли, дотронулись до дверной ручки какой-то, не пойми, что у вас, сами понимаете, какая инфекция. Один раз пронесет ничего, два, три, а потом, не дай бог, вот у меня в свое время еще в институте учился, я сто раз резал руки, до кости резал руки, а тут маленькая крапинка крови выступила. Вот что-то прям заусенчик, ну вот прям крапинка. И у меня начала на глазах опухать рука. И если бы два часа, у меня потом курс пришлось антибиотиков делать, это было давно, если бы я это не сделал, руку бы отняли через два часа. То есть уже хирурги сказали, потому что я подхватил вот такую инфекцию. Значит, теперь, слышали вы когда-то об озоновой стерилизации? То есть что такое озон, озонатор? Это уничтожает все вирусы, грибки, бактерии. Теперь внимание, заключение, полученное вот по этому прибору от медицинского одного в Японии центра, который там и улица, город, лаборатория, ну все есть, где тестировалось. Если бы они сказали по заключению, что это в два раза сильнее, быстрее озоновая стерилизация идет, это бы было более чем надо. Но заключение было такое, в две тысячи раз быстрее. Это представить невозможно, но это факт. То есть за несколько секунд, а электролиз идет 30 секунд, он сам выключается, и вы можете брызгать руки, лицо, дверные ручки, где-нибудь в гостинице дужки унитаза, ну все, что представить можете. Через 10 секунд, 20, уничтожаются все вирусы, грибки, бактерии, начиная там от кандиды до аспергилюса, черной плесени и всего остального. Вот что это такое. То есть это уникально. Да, теперь по цене. Значит, к сожалению, раньше мы поставляли их сами. Сейчас, к сожалению, есть один официальный дистрибьютор, и нас вынудили, так скажем, поднять цену. И вот с завтрашнего дня у нас цена будет, как у всех, 33 тысячи. Сегодня 15 тысяч. Цена старая. То, что мы делали и на прошлых выставках, мы всегда, мы бы и делали такую же дальше, но, так сказать, мы вынуждены подчиняться определенным правилам, ну потому что, как говорится, хозяин-барин. Они имеют право, мы вынуждены. Сейчас мы их сами не возим. Поэтому будет цена. Сейчас они есть у нас на сцене, на стендах, не 33, а 15 тысяч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!